Американская компания Yahoo официально признала, что стала жертвой хакерской атаки. В 2014 году из ее баз данных похитили информацию почти о 500 миллионах пользователей. Хакерам стали известны их логины, зашифрованные пароли, даты рождения, номера телефонов, а также адреса электронной почты сторонних сервисов. Произошла очень плохая вещь. Думаю, Yahoo уже сделала шаги для защиты данных. Однако похищенная информация может быть использована против других систем. Если у вас такие же логины и пароли, или секретные вопросы на проверочные ответы на других сервисах, таких как Google, то эти данные могут быть также использованы. О краже информации из баз Yahoo стало известно в августе. Тогда хакер попытался продать в интернете данные 200 миллионов пользователей за 1800 долларов. Позже компания сообщила, число пострадавших от хакерской атаки намного больше. По мнению экспертов, в свете таких событий Yahoo будет сложнее заключить сделку с телекоммуникационной компанией Verizon. В июле она предложила купить поисковый рекламный бизнес, а также недвижимые активы Yahoo. Сделка стоимостью 4 миллиарда 8 миллионов долларов должна состояться в первом квартале будущего года. На месте Verizon, собираясь выкупить какой-то бренд, я не хотел бы сообщать всем, что хакеры украли пароли. Это не та ситуация, при которой хотелось бы перезапускать бренд. Эксперты полагают, что сделка между компаниями все же не сорвется, не изменится и ее сумма. Yahoo владеет второй по популярности в мире поисковой системой. Она также предоставляет сервис электронной почты Yahoo Mail, один из старейших в интернете. А Verizon – крупнейшая телекоммуникационная компания в США по рыночной капитализации и вторая в мире после China Mobile. Астронавт НАСА Кейтлин Рубинс ответила на вопросы журналистов с борта Международной космической станции. СМИ интересовал в том числе недавний инцидент с грузовой ракетой компании SpaceX, которая взорвалась во время старта. Да, полеты в космос – рискованный бизнес. Это, без сомнения, сложно. Мы иногда об этом забываем. Мы считаем старты и посадки обычным делом, но это огромное число энергии и опасных веществ. Эта работа очень тяжелая. Она также рассказала о текущей работе на МКС. Что касается исследований, на самом деле у нас есть план на довольно долгое время. У нас очень много материалов. Работать с ними можно дольше, чем часов в сутках. Так что инцидент со SpaceX никак не отразится на нашей работе. Астронавт НАСА отметила, надеется в скором времени стать свидетелем первого полёта человека на Марс. Я уверена, что это произойдёт при моей жизни. Меня вдохновляет то, что в этом направлении делают SpaceX, НАСА и коммерческие компании. Мы хотим сохранить станцию в качестве орбитальной лаборатории, но мы также расширяем границы наших исследований. Кейтлин добавила, пока не уверена, что может вернуться на Землю в конце октября, как было запланировано. Запуск корабля, на котором она должна была вернуться, отложен из-за технических неполадок. Планировалось, что он доставит на МКС очередной экипаж длительной экспедиции. В Риме после реставрации открыли испанскую лестницу. Обновили 138 ступенек. Работы продолжались почти год. Их спонсировали частные лица. Во время церемонии открытия Марима напомнила, с достопримечательностью нужно обращаться аккуратно. Ей 290 лет. Вирджиния Раджа сказала, полиция будет следить за поведением людей и не позволять им останавливаться на ступенях на ночь. Не думаю, что на ночь ступеньки будут закрывать. Важно, чтобы люди могли ими пользоваться. Но они должны сделать это ответственно. Власти будут следить за ступеньками, а также за тем, чтобы их использовали в соответствии с правилами и не портили. Порча этой достопримечательности продолжалась слишком долго. Лестница ведет к Испанской площади на холме Пинча. Там расположена церковь Тринита де Эймонти. А у подножия ступенек находится фонтан Баркача. Лестница была закрыта в октябре прошлого года. Она разваливалась под весом тысяч посетителей. Достопримечательность была облеплена жевательными резинками, запачкана кофе и вином. Булгари – одна из нескольких итальянских компаний, которые откликнулись на призыв городских властей. Она выделила на реставрацию лестницы полтора миллиона евро. Флагманский магазин бренда находится прямо у достопримечательности. Я буквально каждый день хожу по этим ступенькам в магазин. Я смотрю на них. Не для того, чтобы проверить, а просто чтобы полюбоваться. Вечером на лестнице состоялся праздничный концерт. Играл оркестр Национальной академии Санта-Чичилия. В зоопарке австралийского Оперта отметили юбилей слоновой черепахи по кличке Керо. Ему исполнилось 50 лет. Как поздравить, сотрудникам зверинца долго думать не пришлось. Для Керо самое важное – это еда. Он весь день передвигается по пятам за работниками зоопарка в надежде что-то выпросить. Так что лучший способ поздравить его с 50-летием – дать ему арбузный торт. Керо весит около 200 килограммов. В австралийском зоопарке живет с 2005 года. Родился в зверинце далекого Сан-Диего. Ну а здесь – всеобщий любимец. Керо просто без ума от еды. Утром мы обязательно кормим его завтраком. Обычно это побеги или листья, а также фрукты и цветы. А потом он проводит весь день в своем болотце, принимая ванны, особенно в жару. 50 лет для таких черепах совсем не старость. Они могут жить и дольше ста. Слоновых черепах также называют голопогоскими. Они самые большие в мире. В дикой природе осталось около 20 тысяч. Ведь считают уязвимым их основные враги – собаки, кошки и крысы.